Великие. Грейс Келли. Даже в наши постфеминистские времена, если вы спросите девочек, кем они хотят стать, то наверняка большинство ответят кинозвездой или принцессой. Но сколько маленьких девочек мечтает и о том, и другом одновременно. Вплоть до своей трагической ранней смерти в 52 года Грейс Келли жила как в сказке. Она родилась в богатом и процветающем семействе из Филадельфии в ноябре 1929 года и училась в престижной академии Реверфи. Ее чудесная естественная красота привела ее в мир моды. После обучения в Нью-Йоркской академии киноискусства она пришла на Бродуэй. Разумеется, вскоре ее заметил Голливуд, и в 22 года она сыграла в своем первом фильме вместе с Гэри Грантом ровно в полной. Затем последовали другие фильмы. «Магамбо» с Кларком Гейблом, «Деревенская девчонка» с Бинк Кросби, за которые она получила награду академии за лучшую женскую роль, а также фильм Альфреда Фичкока «В случае убийства набирайте М» с Рэем Миллендом. Считают, что кинокомпания Мэтр Голдвин Майер сняла королевский роман «Лебедь», чтобы сорвать дивиденды в соотношении Грейс и принца Ренье Третьего, которые стали известны общественности. В последнем фильме «Грейс» в восхитительной картине «Высшее общество» музыкальной версии филадофийской истории она сыграла потрясающе красивую, но ледяную и властную королеву Рэйси Лорк. Впервые Грейс встретилась с принцем Ренье из крошечного княжества Монако на Каннском кинофестивале в 1955 году. Они начали переписываться, а через год Ренье сделал ей предложение. Я думаю, что девушке всегда трудно сделать шаг навстречу замужеству. Выйдя замуж за его высочество, я стану моногатской, как называют жители Монако, но я навсегда останусь гражданкой Америки. Это касается ваших детей? Об этом я пока не знаю. Приняв предложение принца, Грейс вместе с домочадцами и друзьями, в том числе пуделями и огромным багажом, покинула Нью-Йорк на парочнике Конституции и направилась к французской ривьере. Ее провожали тысячи человек, а 20 тысяч человек на улицах Монако приветствовали ее в новом доме, что было подвигом, так как в стране жили 32 тысячи человек. Свадьба состояла из двух частей. Сначала была сорокаминутная гражданская церемония 18 апреля. На следующий день состоялось венчание в соборе святого Николая. Оскароносный модельер Хелен Роуз создала платье Грейс, а среди 600 приглашенных были Глориа Свенсон, Эва Гарднер, Ага Ханн и Дэвид Нейвер. Вскоре новобрачные посетили США. В январе 1957 года, всего через 9 месяцев и 4 дня после свадьбы, Грейс родила их первого ребенка, принцессу Каролину. Затем родились другие дети. Принц Альберт, нынешний правитель Монако, родился в марте 1958 года, и через 7 лет, в феврале 1965-го, родилась принцесса Стефания. Грейс с легкостью приняла монаршую жизнь. Хотя она собиралась вернуться на экран, принц Ренье был против ее решения и даже запретил показывать ее фильмы в Монако. Спустя 25 лет ее великодушного правления, всеми любимая принцесса, трагически погибла в сентябре 1982 года, когда у ее машины оторвалось колесо, и она свернула с дороги и пролетела 30 метров по склону. Кроме нее в машине была принцесса Стефания, которая отделалась ушибами, Грейс была похоронена в семейном склепе в соборе святого Николая, а спустя 23 года к ней присоединился принц Ренье в возрасте 81 года.